Одни предпочитают видеть вокруг себя вещи современного дизайна. Другие предпочитают вещи с историей. Эти объекты нередко выглядят бывшими в употреблении потертыми и старыми. О том, как воссоздать такую поверхность, собственноручно нам расскажет декоратор Жукова Наталья. Наталья тоже любит вещи с историей, поэтому охотно берется за состаривание поверхностей. Причем делает она это разными способами. И сегодня Наташа поделится с нами одним из них. Здравствуйте, меня зовут Лара Хаметова, и вы смотрите передачу «Гостиная». Я хотела бы сегодня познакомить вас с декоративной техникой, техникой обработки поверхности, которая мне очень нравится. Но так как я сама в этой технике работать не умею, я попросила помочь и рассказать нам о ней мою сегодняшнюю гостью Жукову Наталью. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Наташа, что нам понадобится для того, чтобы сделать вот такую прекрасную вещь? И вот мне хотелось бы сегодня попросить вас рассказать, как добиться такого вот замечательного эффекта. Ну, это давно известная мебельная техника, называется протравливание древесины, которая заключается в многослойном, многоцветном окрашивании последовательном древесины, а потом как бы протравливании, проедании слоев краски с помощью губки и воды. С этой доской нужно какие-нибудь предварительные действия совершить для того, чтобы краска на ней держалась? Ну, вот эта поверхность из-за того, что она гладкая и красивая, нуждается в ошкуривании, чтобы создать более прочное сцепление с краской. То есть сначала мы будем эту поверхность портить? Немножко. Немножко. Хорошо. Чем мы ее будем портить? Обычной наждачной бумагой, да? Да. Да, теперь, я думаю, можно приступать к работе. Поскольку досочка новая, мы ее не грунтуем, а слой краски первый у нас будет служить и грунтовочным слоем. Чем мы окрашиваем доску? Первый слой делаем самый темный. В данном случае взяли черный цвет и закрашиваем всю поверхность доски. Это обычная акриловая краска, да? Да. Готова? Да, первый слой краски высох, но поскольку нижний слой нам надо сделать достаточно интенсивный, и мы не пользовались грунтом, поэтому мы нанесем его повторно. Что делаем теперь? В этой технике очень важно просушивать хорошо слои краски. Поэтому мы убедились, что слой наш полностью высох. Теперь мы наносим еще два-три слоя краски других оттенков. Причем наносим уже не сплошным слоем, а отдельными пятнами. Покажите, как это будет. Вот, например, возьмем такой вот серый. Не забываем про торцы, чтобы они тоже были потом красивыми. Так, вижу первый пятнистый слой. Да, он такой вот неравномерный и тонкий. Еще очень важно, чтобы слои краски были тонкими. Итак, слой должен быть тонкий. А направление нанесения слоя имеет смысл? Да. Очень хорошо, что вы это заметили, потому что мазками кисти мы подчеркиваем волокна древесины. При протравливании то, как мы накладывали мазки, будет заметно. Так, этот слой тоже готов. Теперь третий слой краски, да? Да. Третий слой мы наносим в шахматном порядке. То есть перекрываем в первую очередь те участки, где у нас остался виден первый слой. А куски второго слоя мы можем, наоборот, оставить незакрашенные. Понятно. Итак, пятнами мы должны нанести еще несколько слоев краски. Достаточно четырех-пяти слоев, включая первый и последний. Нам осталось нанести последний завершающий слой краски, светлый. Эта палитра нам больше не понадобится. Мы возьмем чистую. Давайте я у вас из-под руки ее заберу, чтобы вы в нее случайно не попали. Хорошо. Берем белую краску. И, как я говорила, немножко добавим ей оттенок с помощью охраны. Приближаясь вот к этому рисунку, да? К оттенкам салфетки. Ну, хотя бы немного. Ну, не дословно, но сделаем потеплее. Какой прекрасный звук. Теперь, я думаю, достаточно. Пора красить, да? Верхний слой мы наносим равномерно на всю поверхность дошки. Вы говорили, что он должен быть настолько же плотный, насколько плотен был первый слой. Если вот, как сейчас, прозрачная белая краска ложится на поверхность, надо ли будет ее красть, эту самую поверхность, еще раз? Надо. Но все-таки нельзя допускать, чтобы слой получился слишком толстым. Теперь вторым слоем просохшим. Я сегодня работаю крес-папье. Тонкий слой акрила просох достаточно быстро, и надо покрыть его еще одним слоем. Готово? Да, на этом работа по окрашиванию закончена. Теперь надо перейти к работе по протравливанию. Мы будем пользоваться какими-то специальными химикатами для того, чтобы травить слои, или как? Нет, здесь все экологично и безопасно. Мы будем использовать воду и губку. Ну, не простую губку, а губку-шкурку. То есть, такой брусочек из губки, у которого со всех сторон наклеена шкурка. Ну, собственно говоря, это тот самый инструмент, который можно приобрести в любом строительном магазине, в отделе, где продают образилию материал, да? Да. Угу. Так. Почему именно губка? Потому что нам надо, чтобы шкурка была влажная. Если мы будем использовать обычный кусочек наждачной бумаги, то от воды он деформируется, свернется в трубочку или размокнет, и будет неудобен для работы. Угу. Губка будет же держать форму. Более того, когда зерно на наждачной бумаге забьется, можно будет губку помыть и использовать снова. Угу. То есть, такой универсальный инструмент. Угу. Немножко отжимаем. Много воды нам не надо. Угу. Она должна быть именно влажной. Да. Хочу обратить ваше внимание, что вы не добьетесь такого эффекта потертости, если будете работать просто сухой губкой или сухой шкуркой. Потому что акриловая краска после высыхания довольно устойчива, в том числе к шкурению. Вот сейчас мы это продемонстрируем. Возьмем сухую губку и попробуем шкурить. Ничего не происходит. Угу. Краска шлифуется, но не стирается. А если взять губку с более крупным зерном, обдерем? Ну, конечно, обдерете, но, скорее всего, до деревяшки. Ну, то есть, такого красивого эффекта мы не получим. Да. Поэтому мы губку обязательно должны сделать влажной. Именно вода, попадая на краску, начинает как бы ее разъедать, а шкурка снимает слои потихонечку. Причем, когда мы шкулим, мы смотрим, до какого оттенка дошли, чтобы в нужный момент остановиться. Начинаем с краев, где возникают естественным образом наибольшие потертости. Угу. Вот появляются места с зелеными пятнами, появляются с черными, серыми. Не вижу, да. В процессе протравливания краска смешивается с предыдущими оттенками, и фон окрашивается в сероватый цвет. Такой грозноватый пятно получается. Его можно просто периодически стирать влажной тряпочкой или салфеткой. Угу, понятно. Насколько я вижу, много усилий вы не прикладываете для того, чтобы снимать краску. Как раз, опять-таки, благодаря влажной губке. Понятно. Какой интересный оказался инструмент – влажная губка. Кто бы мог подумать. Да. Так, край готов. Он такой разнообразный получился. Да, где-то мы оставили зеленый оттенок, где-то мы даже немножечко дошли до деревяшки. Это тоже не возбраняется. Это не противоречит вашему замыслу. Так, и теперь наша задача – сделать красивой основную поверхность. Да. Но только в процессе работы губка тоже окрашивается, забивается краской, поэтому ее надо периодически мыть. Прополоскать. Так. Продолжаем. Наташа, я обратила внимание на то, что и губкой вы идете в направлении волокон древесины и в том же направлении, в котором клали краску кистью, да? В направлении мазка. При желании можно где-то сделать перпендикулярные потертости. Угу. Но основная их часть все-таки идет в направлении мазка. Да. Я думаю, достаточно уже потертостей, если они разные. Они разные, здесь есть кусочек такой вот прям открытого зеленого фона, и рядом темное пятнышко, и вот почти до древесины здесь протерто, вот здесь краешек до древесины протерт. Очень красиво получилось. Итак, фон готов. Да. И теперь можно приступать к самому вкусному, к декоративной части. Все-таки остановимся на черненькой петушке. Угу. Более выразительная картинка. Да, он будет поддерживаться черными потертостями фона. Угу. Ну и классический вариант. Картинку мы оборвали, не обрезали, да, чтобы край был таким размытым. Вот в технике как раз таких потертостей очень хорошо смотрятся оборванные края салфетки, потому что они тоже делают картинку как будто состаренной. Отделяем верхний слой. А вот теперь я задам вам вот такой вопрос. Наташа, я так как я пыталась работать в технике декупаж, я отлично знаю, что салфеточные элементы, крупные салфеточные элементы наклеиваются, ну, совершенно отвратительно, стремятся разбежаться складками, оборваться где-то. Вот как сделать так, чтобы было так же красиво, как, например, на вот этой ключнице, где картинка наложена совершенно ровно, идеально гладко, без всяких заломов, морщинок и прочих огрехов, которые преследуют в первую очередь тех, кто начинает знакомиться с техникой декупаж, и часто, кстати, бросает по этому такое интересное занятие, именно из-за того, что получается ерунда. Вот есть секрет? Есть небольшой секрет в работе именно с большими фрагментами салфеток, или даже если вы захотите наклеить целиком полностью всю салфетку... То есть даже такое можно? Да. Вам может помочь обыкновенный прозрачный канцелярский файл. Угу. На файл кладем картинку лицом вниз. Уже подготовлено, только верхний красочный слой, да? Да. После того, как вся салфетка промокла, мы еще немножечко набрызгиваем воды, чтобы она оказалась как бы в лужице. Чтобы окончательно утопить нашего петуха. Ничего, он у вас креснет, как птица Феникс. Так, салфетка вся промокла, петух лежит в луже. Точно. И салфетка растянулась. При намокании она растянулась. Именно из-за этого и возникает проблема при наклеивании салфеток, что они, растягиваясь, образуют складки из олова. А здесь мы ее уже растянули в воде, и у нас есть возможность тут же ее немножечко подправить и еще чуть-чуть подрастянуть, чтобы избежать деформации при наклеивании. Теперь главное аккуратненько всю воду слить. Картинка превратилась просто в переводилку. Совершенно верно. И теперь ее будет легко и просто уже расправленную, уже без складок перевести на поверхность, так как мы хотим. Ура! Петух на месте. Теперь надо снять файл. Сначала мы его хорошенечко на этом месте зафиксируем с помощью шпателя или прижимного валика. Ну, то есть чем-нибудь разглаживаем картинку, выгоняя пузырьки воздуха, да? Угу. Так же, как мы это делаем при наклеивании переводных картинок, собственно говоря. Да. Наклеено там, где мы ее хотели видеть. Волшебство. Вот такой простой способ, но очень эффективный. Теперь нам надо обязательно ее промазать докупажным клеем. Угу. Все фрагменты наклеены. Угу. Композиция завершена. Здесь мы специально сделали такую нарочито-каллажную композицию в таком деревенском стиле. Ну, Наташа, ответьте мне на такой еще вопрос. Неужели действительно этой доской теперь можно пользоваться и, ну, как она, в хозяйстве пригодится, или это просто украшение? Нет, очень пригодится в хозяйстве. Только рекомендую покрыть двумя слоями акрилового лака, чтобы доску можно было мыть и даже смылом. А обратная сторона у нас осталась полностью функциональной. Досочка из крепкого дерева гиви, которая очень ноская. Наташа, спасибо вам большое. Очень интересная техника. Я надеюсь, и моим зрителям тоже было интересно с ней познакомиться. Я теперь увидела, как это делается, а не только повосхищалась тем, что вижу. Спасибо. Приходите к нам еще, приходите, приносите новые техники. Я думаю, что вам есть еще чем с нами поделиться. Спасибо и большое удовольствие. С вами была Лара Хаметова. Удачных вам экспериментов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»